Итоговый выпуск новостей Афонтова в студии Юлия Камлякова и коротко о главных темах. Итоговый выпуск новостей Афонтова в студии Юлия Камлякова и коротко о главных темах. В Красноярске сегодня открыли новый микрорайон для студентов и преподавателей. И начинаем с шокирующей новости. За развращение собственной дочери в Красноярске будут судить женщину-педагога ее мужа. Об этом сообщил Краевой следственный комитет. Родители совершали действия сексуального характера в отношении своего ребенка. Это началось, когда малышке было всего 4 года. Оба насильника задержаны. Против них возбуждено уголовное дело. Девочка в силу своего возраста не могла осознавать, что с ней происходит. Соответственно, никаких жалоб от нее не поступало. Эта информация стала известна правоохранительным органам оперативным путем. В настоящее время оба родителя задержаны. Они лишены родительских прав по отношению к ребенку. Девочка находится под опекой родственников. А уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Скандально известного председателя регионального отделения партии Навального в Красноярске снова арестовали. На этот раз Олег Безруких сел за руль без прав. Их у него забрали 5 месяцев назад за пьяную езду. Задержали лихача в советском районе. Безруких даже пытался скрыться от полицейских во дворах. За езду без документов суд советского района приговорил оппозиционера к аресту на 5 суток. Добавлю, что Олега Безруких уже несколько раз лишали прав. В апреле этого года и в сентябре 2014-го. И каждый раз за вождение в пьяном виде. Водителям и кондукторам муниципальных маршруток задерживают зарплату. К нам в редакцию обратилась кондуктор Красноярского пассажирского автотранспортного предприятия номер 2. Их автобусы выполняют популярные маршруты номер 30, 69 и другие. Всем, кто работает там, каждый месяц стабильно с опозданием выплачивают авансы и зарплату. А также нещадно штрафуют. Из-за этого на предприятии большая текучка. Хотя контролируют работу организация и администрация. Люди пытались обратиться с жалобой к руководству, но все тщетно. Руководитель комиссии по транспорту горсовета Аркадий Волков рассказал, что АТП находится в сложном финансовом положении. И как решать проблему никто не знает. Вот что говорят сами работники предприятия. Хотелось бы, чтобы в нашем предприятии 2 автотранспортная вовремя выплачивалась заработная оплата. Водители увольняются, кондуктора увольняются. Наказывают беспощадно. Безбилетный пассажир проехал более двух остановок. Наказывают на 100% премиальных. Руководство детского сада «Маша и Медведь» привлекут к административной ответственности. Напомним, в начале лета родители пожаловались на условиях, в которых находились их дети. Горячее питание было нерегулярным. Часто еду готовили сами воспитатели, не имея при этом законного разрешения. Пожарная безопасность также не соблюдалась. Задержки в зарплате, непостоянная уборка помещений и стирка белья. Теперь все эти нарушения подтверждены документально. С детским садом разорван муниципальный контракт, а его деятельность приостановлена. Напомним, что этот случай стал поводом для масштабной проверки всех детских садов, работающих по муниципальному контракту. В Хакасии произошло серьезное землетрясение. В эпицентре села Толчков достигало 6 баллов. Селее всего земля дрожала возле города Абазам. Там стихия повлияла на работу некоторых коммуникаций. Но, как сообщают жители, серьезных последствий нет. Это подтвердили и в пресс-службе МЧС Хакасии. Во время землетрясения на телефон оперативной службы позвонили полторы сотни человек. Все они описывали одну и ту же картину. Перед землетрясением они слышали сильный гул. В Красноярске подземные толчки не ощущались. Несмотря на землетрясение, в Хакасии сегодня прибыл президент России Владимир Путин. Он посетил село Краснополе, где завершается строительство жилья для погорельцев. Президент побывал в одном из домов и поинтересовался у хозяина. Доволен ли он качеством работ и квадратурой жилья? Мужчину поблагодарил президента и ответил, что всем доволен. Однако после этого глава государства пообщался и с другими погорельцами, которые прибыли в село, узнав о визите. Один из пострадавших сказал, что дом ему построили, но отказываются передавать, даже несмотря на решение суда. Владимир Путин поручил проследить конкретно за этим случаем и сказал, что решения суда должны исполняться. Глава республики Хакасия отчитался перед президентом и сказал, что все дома будут готовы к 1 октября. А это противоречит изначальным задачам. Планировалось, что все погорельцы получат ключи от домов еще 1 числа текущего месяца. Сегодня жители Свердловского района почувствовали резкий запах гари. Было сложно дышать. Спасатели говорят, что больших пожаров вокруг города нет. Во всем виновата погода. Ночью утром был штиль и все заводские выбросы, дым и пыль повисали над городом. Ранее МЧС предупреждали о так называемом режиме черного неба. Ближе к обеду поднялся ветер и смог улетучился. Дышать стало намного свободнее. Ужасно. Транспорта, море. И никакой защиты нет. Даже не поставят вот эти вот какие-то блоки, панели. Звук там ужасно. Но сейчас нет. Около дома чувствовала, около своего. То есть не запах горя, а запах бензина чувствовала. Чувствую. Ночью еще почувствовала. Мешает, конечно. У меня бронхиальная астма сильно мешает. Вот там не 130 давление, здесь 180-190. Вот и гарь, понимаете что? Каждый день. Куда он делся-то? Посмотрите, что делается. Это, знаете, вот закрыли все заводы, а какие-то мелкие эти фирмочки творят чудеса. Федерация автовладельцев обеспокоена состоянием виадука на авиаторов. Общественники снова пожаловались на многочисленные разрушения переправок. Еще в середине лета горожане сообщили, что на мосту начал проваливаться асфальт. Обвал случился в пешеходной зоне. Подрядчик компании Сибмос посетовали на слабую ливневку и пообещали устранить недочеты. В официальном ответе Управление капитального строительства говорится, все работы завершены и выполнены в полном объеме. Однако накануне общественники сообщили, ВОЗ и ныне там. Подземный пешеходный переход остался в том же состоянии. Подпорная балка и ее основания продолжают разрушаться, а тротуар, который ранее провалился, просто залили бетоном. Сегодня в 6 утра после реконструкции открыли проспект Свободный. Там рабочие расширили проезжую часть и увеличили количество полос в каждую сторону. Также там установлена ливневая канализация, которой не было ранее. Но оказалось, что ожидания горожан не оправдались. Многие рассчитывали, что пробок на этом участке станет меньше. Но этого не случилось. Все подробности в сюжете далее. Как раз сейчас я нахожусь на проспекте Свободном. И за моей спиной мы видим ту самую, всеми нелюбимую, кто в ней стоит, классическую стандартную пробку на Свободном. Тянется она, как всегда, до Госуниверситета, в его сторону. На этом участке она продолжается. А берет свое начало, как нам рассказали местные водители, возле железнодорожного переезда вниз по улице. На продолжительном участке три полосы сливаются в две. Именно здесь, говорят автомобилисты, рождается пробка. На расширение Свободного потратили почти 300 миллионов рублей. Объект важен для города, и его удалось закончить раньше срока почти на месяц. Однако автомобилисты говорят, что ожидаемого эффекта нет. Если ехать по Свободному и сюда вниз спускаться, то получается после дома одежда три ряда. Эти три ряда, крайний правый ряд упирается в островок. Там достаточно было четыре бордюра убрать, потому что подъезжаешь к островку шириной два метра, его нужно объехать, и опять получается три ряда. То есть один ряд скрадывается. Вот зачем вот такую широкую поставили, как сказать, ритуар или как его обозвать, не знаю. Понятно. Ничего не изменилось? Ну пока, судя по пробкам, я не вижу больших изменений. Или это, может, первый день такой у нас суетливый. Ну, конечно, будем ждать улучшения. Говорит, что ситуация не изменилась пока рано, однако очевидно, что классическая пробка на Свободном продолжит появляться изо дня в день. Но есть и заметные изменения. Качество дороги автомобилисты оценили. Говорят, одно удовольствие ехать. Также появилась ливневка, и пока во время дождя она показывает себя неплохо. Также есть информация, что работы на Свободном продолжатся, как раз в районе того самого железнодорожного переезда. И, возможно, в ближайшем будущем количество полос увеличат и там. Димит Лапшев, Михаил Масленников, Афонтова. Новости. Осенью красноярцев ожидают изменения в схеме дорожного движения. В конце сентября, например, на улицах Ады, Лебедева и Республики движение станет односторонним. Также 15 числа этого месяца изменится движение на Ладокисхавели от Копылова до Красной Армии будет выделено три полосы. А на перекрестке от Красной Армии до Ладокисхавели в сторону Копылова запретят левый поворот. Водителям необходимо смотреть на знаки и быть внимательными. Чиновники считают, что все эти дорожные нововведения позволят сократить количество пробок в городе. Отдельные изменения уже будут введены завтра. С завтрашнего дня будут закрыты шесть левых поворотов. Это улица Брянская, перекрестки с улицей Перенцона, Достоевского и переулком Сокольский. На этих перекрестках будет закрыт левый поворот для транспорта, выезжающих с этих улиц. А также еще три перекрестка. Это улица Караульная, 2-я Брянская, переулок Средний, улица Люба Шевцова и дом номер 20 по улице Караульной. На этих перекрестках также будет запрещен левый поворот. Жители 15-го дома по улице Симафорная полгода ждут ремонта подъезда и труб. В апреле на 10-м этаже высотки сгорела муниципальная квартира. С тех пор она закрыта на замок. Ее собственникам муниципалитет, судьба жилья и погоревших батарей не волнуют. А зима близко, и жители дома опасаются, что в холода они останутся без отопления. Тему продолжит Ирина Денисенко. Щиток сгорел. В общем, сгорело все, что могло гореть. Нина Малюкова вспоминает страшный пожар, произошедший в апреле. Его устроил житель 52-й квартиры. Сейчас он за решеткой. Формально квартира принадлежит муниципалитету. Но администрации, по всей видимости, она не нужна. А в управляющей компании разводят руками. Квартиру закрыли на замок. Нет такого вот ответа, что будем делать, будем это. Или уже сказали бы, мы не будем делать. Но понимаете, это муниципальная квартира. Был бы собственник, мы подавали бы в суд на собственника. А это муниципалитет собственник. А они ее не распределяют, не отдают никому и сами не ремонтируют. 18 сентября будет уже полгода, как этот подъезд на 10 этаже выглядит вот так. Закопченный потолок, стены, железные двери. Коммунальщики поменяли только проводку. Вот она абсолютно новая. Ремонт жителей этих квартир сделали за свой счет. Вот к этой сгоревшей квартире вообще никто не прикасался. Соседи говорят, что из нее даже не вынесли сгоревшую мебель. Сейчас, если подойти поближе, слышно, как внутри гуляет ветер. Но это еще не самое жуткое, говорят соседи. Мотореи внутри квартиры в удручающем состоянии. Жители дома боятся, что для них отопительный сезон просто не наступит. У меня даже обогревателя нет. Я не знаю, что делать. Но я, наверное, не буду по ЖКХ ходить, а пойду сразу в прокуратуру и все. Потому что на них ничего не действует. Между тем, жители подъезда уже обошли все инстанции. Обращались и в администрацию, и лично к мэру Акбулатову. Сейчас надежда на телевидении. Ирина Денисенко, Михаил Ткачук, Афонтова, новости. Средств на ремонт этой квартиры сейчас нет. Об этом рассказали в администрации Свердловского района. Работу будет проводиться, но только в следующем году. Управляющие компании также прокомментировали ситуацию. Наши специалисты туда приходили, производили осмотр. И стояки, которые относятся к общедомовому имуществу, были без повреждений. В адрес собственника, то есть администрации Свердловского района, управляющей компанией ЖКХ было направлено письмо с просьбой принять меры по приведению муниципального помещения в надлежащее санитарное состояние. Почти 22 тысячи операций, в том числе тысячи спасенных младенцев с врожденным пороком сердца. Таков результат работы Красноярского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии за пять лет его существования. А сегодня на базе центра начала действовать Всероссийская конференция детских кардиохирургов. На нее съехали светила медицины со всего мира. Подробности в сюжете далее. Это сейчас Петр Семенович из Хакасии уже легко справляется с упражнениями для легких на дыхательном тренажере и даже может проделать их до 50 за раз. А всего пару недель назад мужчина был на волосок от смерти. Болезнь развивалась стремительно. Сначала одышка, потом небольшая физическая нагрузка и внезапная потеря сознания. Оказалось серьезный сбой в работе сердца. Абаканские врачи приняли решение о срочной отправке Петра Семеновича в Красноярский кардиоцентр. Успели как раз вовремя. Мне оперативно оказали помощь. Помощь своевременная. Получилось как бы второй день рождения у меня. Мне очень хотелось бы поблагодарить хирурга Горбунова Дмитрия Николаевича за его профессионализм, за хорошие отношения. В общем, за то, что он дал мне родиться второй раз. И таких заново рожденных за пять лет существования Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии сотни и тысячи со всего региона. С момента начала работы Красноярского кардиоцентра здесь выполнено почти 22 тысячи операций. В том числе прооперировано более двух тысяч детей с врожденными пороками сердца. В детской кардиохирургии очень важны вот эти вот первые годы. Даже я бы сказал первый год. Первые месяцы жизни с критическими врожденными пороками сердца детей нужно оперировать буквально в первые дни жизни. До этого в Красноярске ничего подобного не было. Теперь же на базе Красноярского кардиоцентра происходит общение и обмен опытом сильнейших врачей страны. Буквально сегодня здесь начала работа Всероссийская конференция детских кардиохирургов. Она посвящена одному из сложнейших направлений – транспозиции магистральных артерий у новорожденных детей. Участников конференции поприветствовал губернатор края Виктор Толоконский. Убежден, что обсуждая самые конкретные, самые узкие проблемы, как сосуды должны куда-то подходить, вы все равно поможете этим обсуждениям нам активизировать всю работу центра. Я желаю вам верить в свои силы, верить в силу нашего края, верить в силу большой и великой России. И тогда все у нас получится. Добрый путь! Операции на сердце у младенцев считаются высшим пилотажем в кардиохирургии. Самому маленькому пациенту красноярских специалистов было два дня. Самому маловесному – 700 граммов. Сегодня красноярским врачам есть, что обсудить с легендарными кардиохирургами со всего мира. Это современное учреждение, которое занимается на очень современном уровне. У них очень хорошие результаты. И потом, насколько я имел опыт общения с врачами здесь, и не только сегодня, но и раньше, это очень подготовленные люди, которые знают свое дело. Петерять у своего существования Центр сердечно-сосудистой хирургии уже стал признанным лидером отечественной медицины, в котором проходит лечение пациенты 31 региона России. Алина Мельчакова, Эдуард Баглай, Афонтова новости. В Красноярске открыли новый микрорайон. Новоселам впору позавидовать. Почему – расскажем сразу после рекламы. Не переключайтесь. А в нашем доме перешли на прямые расчеты за тепло. Просто собрались, решили, отправили протокол. Переходим на прямые расчеты без посредников. Так, надежнее. Специальная программа Сибирской теплосбытовой компании. Долгожданный безлимит в Центральном парке. 7 сентября безлимитные абонементы, и все включено в открытой продаже. Успевай и лови позитив в Центральном парке. Субтитры создавал DimaTorzok направо от Мичуринского кольца. На фондовой новости мы продолжаем. Доли в Анкорнефти продадут индийской компании. На Восточноэкономическом форуме подписано соглашение о продаже 15% акций. Согласно договору, Россия поставит 100 миллионов тонн нефти в Индию, а зарубежные партнеры получат два места в Совете директоров компании. При этом Россия полностью сохранит контроль над Ванкорским кластером. Известно также, что крупнейшая нефтедобывающая компания создаст фирму-оператора. Ее цель – повысить эффективность управления месторождением и другими участками добычи нефти в Красноярском крае. Напомню, Ванкор – крупнейшее месторождение, разведанное и разработанное в постсоветский период. Отмечу, компания платит налоги в нашем крае. Самый первый модуль музея с уникальным культурным наследием открылся накануне в Абакане. Полномочный представитель президента Николай Рогожкин уже знакомился с новой архитектурной гордостью Хакаси. Возможно, и Владимир Путин сегодня заглянул на строящийся объект. Что за экспонаты можно будет увидеть в этом музее и когда? Смотрите в сюжете далее. На открытии первого модуля Республиканского музейно-культурного центра не случайно русская речь звучит наравне с Хакасской. Музей торжественно открывает глава Хакасии Виктор Зимин. Тысячи лет назад на этой земле жили народы, оставившие после себя колоссальное культурное наследие. Этим древним извоянием, а ныне музейным экспонатом впору тягаться с камнями Стоунхенджа или с видалами с острова Пасхи. По исторической значимости. Это, наверное, сердце музея, выставочный наш зал, зал каменных извояний, уникальный зал, который собрал коллекцию каменных извояний, который не имеет аналогов вообще во всем мире. Здесь 96 каменных извояний, возраст которых до 3-4 тысяч лет до нашей эры. Строительство ведет генеральный подрядчик компания «Монолитстрой». Автор проекта Валентин Гаврила в целом доволен и темпами строительства и внешним видом музея. Это место достойно совершенно музея. Музей здесь очень большой. Музей по ширине, он круглый план, равен ширине красной площади диаметра. Общая площадь 30 тысяч квадратных метров. Это один из крупнейших музеев мира. Архитектура музея уникальна. Основной атриум находится в месте, где расположен сад камней. Здесь же световой фонарь, равный куполу Исаакиевского собора. Другие купола музея сравнимы с куполом собора Святого Петра в Риме. Сегодня сдана первая очередь. Строителями проделан колоссальный труд. Все работы ведутся по графику. Все активно строится. Мы это наблюдаем. Жители города Абакана наблюдают каждый день, что здесь практически круглосуточно ведутся работы. И я думаю, что где-то через год мы сможем уже полностью открыть наш музей. Наслаждаться древними экспонатами жителей Хакасии будут еще два дня во время работы ежегодного культурного форума. После экспонаты законсервируют и вновь принесут в светлые залы только после открытия музея. Это должно случиться не позже, чем через год. Ирина Денисенко, Афонтова, новости. Ремонт Красноярского Биг Бена завершат в конце этой недели. Сейчас все покрасочные работы уже закончены. Рабочие уже приступили к монтажу циферблата. Устанавливают часовые деления и цифры. В планах у подрядчиков на выходных запустить часы в прежнем режиме. Напомню, реконструкция Биг Бена началась 10 августа. В период работ планировалось, что останавливать циферблаты будут по очереди. Однако несколько дней городские часы шли в разнобой. Добавлю, стоимость работ по реконструкции красноярских курантов составила 264 тысячи рублей. Стадион, крытый спортивный комплекс с бассейном и комфортабельные квартиры. И все это только для студентов и аспирантов Сибирского Федерального университета. Сегодня официально открылся микрорайон Вузовский. В каких условиях будет жить красноярская студенческая элита, покажем прямо сейчас. Гости радуются не только удачному броску Виктора Толоконского. Сегодня все здесь в приподнятом настроении. Открытие нового микрорайона ждали с нетерпением. Первую высотку сдали ровно год назад. И вот сегодня в распоряжении студентов два 25-этажных здания, огромный стадион, спортивный комплекс и бассейн. Это уже среда, в которой и учиться, и жить в хороших общежитиях, и заниматься спортом в самых современных условиях. Я вот иногда там на свободном, специально сворачиваю туда к общежитиям, где тоже спортивные площадки, и радуюсь скорее среде. Планируется, что на территории Вузовского также появится кафе и магазин. Все, чтобы не отвлекаться от тренировок. Спорт здесь на первом месте. Один стадион занимает почти 7 тысяч квадратных метров. Есть и сектор для толкания ядра, и городок тренажеров. Говоря о спорте, ведь не случайно универсиада прописана здесь у нас, поскольку сам университет дает очень хорошие спортивные результаты, как и в зимних, так и в летних видах спорта. Он признанный российский лидер. Вузовский рассчитан на 860 студентов Сибирского федерального. Но во время универсиады микрорайон должен стать центром спортивной жизни всех красноярских студентов. Ирина Денисенко, Дмитрий Кутько, Афонтова. Новости. Бинбанк вложит деньги в развитие детско-юношеской школы по хокке. Сегодня клуб «Сокол» и банкиры подписали партнерское соглашение. В планах также реализация новых проектов. Каких пока строжающий секрет. Известно, что «Сокол» и банкиры будут вместе работать над развитием хоккея в Красноярске. Спортсмены обещают не подвести. Перед «Соколом» в этом году стоит задача попасть в 16 лучших команд чемпионата высшей хоккейной лиги. Искренне хочется, чтобы в Красноярске, когда «Сокол» проводит свои домашние матчи, тоже весь город этим жил, чтобы было обсуждение матчей до игры и после. И, естественно, хочется пожелать нашим хоккеистам Сергею Валерьевичу, главному тренеру успеха в сезоне. А эта новость будет интересна всем игроманам. В Красноярске пройдет чемпионат среди виртуальных танкистов. Ожидается, что в эти выходные выставочный центр «Сибирь» посетит полторы тысячи геймеров. Они смогут пообщаться с разработчиками игры World of Tanks. Встретиться с авторами одной из самых популярных стрелялок в мире смогут и простые горожане. Однако в центре внимания будет чемпионат его. Победители получат 7 миллионов игрового золота. Игра World of Tanks сейчас одна из самых популярных в мире и своим создателям приносит солидный доход. Аналитики подсчитали, что за прошлый год на танчиках заработали больше 500 миллионов долларов. По нынешнему курсу это больше 37 миллиардов рублей. Турнир пройдет в выставочном центре «Сибирь» 6 сентября, начало в 12 часов. На этом у меня все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14. Всего вам доброго. До свидания. Далее информация о погоде. Выходные в Красноярске будут дождливыми. Завтра, 5 сентября, в Красноярске будет облачно. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут плюс 16. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Воскресенье 6 сентября в Красноярске будет также пасмурно. Ночью плюс 7, днем 16 градусов тепла. Весь день переменная облачность и небольшие осадки. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Станьте лучшим и получите работу в медиахолдинге «Юнит-Медиа». Наша школа. Ваше резюме. 261 90 90. 261 90 90. Прием заявок с 25 августа по 25 сентября. Центр объявлений напоминает. Объявление в еженедельник «Шанс» можно подать на пунктах приема рядом с домом. Для жителей Ленинского и Кировского районов, магазин «Баджей» и торговый центр «Красноярия». Подробности на сайте центробъявлений.рф. Возрастная категория 16+. Ты что, солнца знаешь? Солнце? Солнце он такой. Никогда не знаешь, где его встретишь, никогда не знаешь, когда он уйдет. Говорят, у него на море дом есть. Дом восходящего солнца. Врубаешься? Я иногда думаю, что солнце посланится в другой планету. Я не Господь Бог, я доктор. Думай, на кого подать будешь. Бросай. Я думала, что ты ушел. Не уходи, пожалуйста. Дом солнца. В субботу в 17.00 на Афонтово. Что ты сделал? Не понимаю. Зато я понимаю. Очень смешно. Решил подшутить над парнем, который боится сцены. А это так? Нет. Хочешь, я изменю это? Торжественный финал. В четверг в 21.30 на Афонтово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин